Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. В продолжении нашей дискуссии хотелось бы остановиться на таком спорном до сих пор вопросе, назначать ли адвивантную терапию при саркомах мягких тканей после хирургического лечения. Ну, как доложили предыдущие докладчики, кратко могу сказать, что это достаточно редкая, но очень гетерогенная опухоль. И пятилетняя выживаемость при локальных формах достигает 80%. А при наличии метастазов – 16%. Итеология саркома до сих пор однозначно не определена. Очень много причин, и существует какая-то возможная связь с некоторыми факторами, такими как лучевые факторы, химические, генетические. И, конечно, учитывая, что саркома достаточно гетерогенная группа, проводится и продолжается, и будет продолжаться работа по изучению возможности выделения каких-то предиктивных факторов для подбора уже более целенаправленной терапии. Очень чаще всего встречаются липосаркомы, лиамиосаркомы, недифференцирные полиоморфные саркомы. Ну, мы видим, что здесь более 50 гистологических подсипов занимает 33%. И чаще всего локализуются на нижних конечностях, в висцеральных органах, брюшной и забрюшинной области. Чаще всего метастазируют в легкие. Ну, и как при всех солидных опухолях, конечно, нужно ориентироваться на какие-то прогностические факторы. Какие прогностические факторы? Это клинические и патоморфологические. К клиническим относятся характеристики самой опухоли. Это размеры, локализация, глубина инвазии, характеру лечения, адекватности хирургического лечения, чувствительности к химиотерапии и характеристики самого пациента. К патоморфологическим факторам относятся гистологические подсипы, степень злокаченности и, что сейчас изучается очень подробно, это типы вреждений генома опухолевой клетки. Как нам известно и доказано, что чем больше размер опухоли, тем выше риск рецидивирования. Мы видим, что при размерах 5 см уже риск возникновения отдалённых метастазов достигает 34%. И то, что забрюшины опухоли, опухоли, локализующиеся во внутренних органах, они относятся к неблагоприятной группе, учитывая, что они протекают бессимптомно, очень часто уже диагностируются в местно распространённом виде, где уже сложно применить хирургическое лечение, локальное лечение, и поэтому относятся к неблагоприятным факторам, как и показало американское исследование, где включали 235 пациентов с локализацией на туловище. Выяснилось, что адъювантная химиотерапия не влияла на общую выживаемость и время без прогрессирования даже ухудшало результаты. Ну, это как известные нам понятия, то, что саркома мягких тканей обладает разной чувствительностью к химиотерапии, даже определена некоторая чувствительность к определённым цитостатикам некоторых подсипов, и изучалось влияние химиотерапии как адъювантной, как неадъювантной химиотерапии, а при локализованных саркома мягких тканей выяснилось, что не влияла адъювантная химиотерапия ни на общую выживаемость, ни на время без прогрессирования. Однако большой метаанализ показал, что всё-таки есть выигрыш в общей выживаемости, это 12%. И последний метаанализ изучал 10 клинических исследований, где включалось более 3000 пациентов. Мы видим, что, да, действительно, большинство исследований не выявило преимущество адъювантной химиотерапии, но видим, что есть всё-таки единичные исследования, где это преимущество есть. Так почему же такая разница? Эта проблема заключается в сложности формирования однородных групп, однообразных групп с многочисленным количеством пациентов, учитывая, что это достаточно редкая опухоль гетерогенная. Отсутствие рандомизации в большинстве клинических исследований приходится сравнивать с историческим контролем, когда все эти пункты были сложно соблюдены, и, конечно, использование разнообразных режимов химиотерапии, и, конечно же, отсутствие предиктивных маркеров. Ну, что делать пациентам, например, как пациентка 64-х лет, которая в апреле 2000 прошлого года удалили образование левой поверхности бедра, и выяснилось, что это плеамортная липосаркома G3 и с высоким метастическим статусом 50%. Мы ей ничего не назначали, она наблюдалась, и через 8 месяцев, к сожалению, бурное прогрессирование с поражением правой доли печени, костей с компрессией передних структур дурального мешка, и выполнили биопсию образования печени, и действительно, это метастаз плеамортной саркомы. Что можно? Можно ли предпринять адъювантную терапию? Ну, вот метанализ 18-й исследований показал, что всё-таки имеется снижение риска смерти на 11%. Здесь исследование, где показано 12% увеличение общей выживаемости. Вот исследование ИРТС, которое изучало достаточно большое количество пациентов, не выявило влияния адъювантной химиотерапии ни на общую выживаемость, ни на время без прогрессирования. Однако при многофакторном анализе была выявлена некая тенденция в пользу адъювантной химиотерапии, если опухоль располагалась на конечностях, если были большие размеры опухоли, и более распространённая стадия, как во времени до прогрессирования, так и в общей выживаемости. Далее это исследование было рассмотрено по другим углом. Исследователи создали такую прогностическую модель и разделили всех пациентов по наличию факторов риска. И разделили всех пациентов на предполагаемую высокую выживаемость, на предполагаемую промежуточную выживаемость и на предполагаемую низкую выживаемость. Что же получилось? При анализе уже по подгруппам выяснилось, что да, пациенты с более благоприятным прогнозом, это вот зеленые и синие графики, адъемантная терапия не влияла на общую выживаемость. Однако те пациенты, у которых было много факторов риска, и они относились к предполагаемой низкой выживаемости, если мы видим это прерывистый красный график, однозначно адъемантная химиотерапия показала преимущество во времени без прогрессирования. Мы видим увеличение времени без прогрессирования в три раза, чем если пациенты не получали адъемантную химиотерапию. Что касается общей выживаемости, здесь мы видим, что снижение риска смерти на 50% в группе плохого прогноза. Вот, например, пациент 70 лет, он 3 года, 5 лет назад заболел, далее прогрессирование, и пациенту выполнено хирургическое лечение с дистальной лучевой терапией. Эффект продержался всего 6 месяцев, далее продолжалось прогрессирование. Что же можно было сделать? Опухоль гистологически была агрессивная, G2, но была очень больших размеров, 9 сантиметров, и мы видим, что какое бурное прогрессирование возникло всего через, почти через полгода. Можно ли было как-то помочь пациентке отсрочить это время прогрессирования? Ну, проводилось исследование скандинавской саркомной группы по изучению адъювантной химиотерапии, лучевой терапии. Здесь проводилась, назначалась адъювантная химиотерапия или как сэндвич с лучевой терапией. Лучевая терапия доза разнилась в зависимости от краев резекции, и пациенты включались только с факторами риска. Это с большой опухолью, с некротическими элементами. Мы видим, что, да, действительно, отмечается увеличение 5-летней медианы времени прогрессирования до 70%. Это очень хороший результат у пациентов с высоким риском. И здесь при многофакторном анализе выявили зависимость от размера опухоли, от глубины инвазии и от интенсивности лечения. Также 5-летняя общая выживаемость достигала 76%. Это у пациентов с плохим прогнозом. И выяснилось, что зависит от размера опухолевого процесса. И здесь исследование проводилось по изучению химиолучевой. То есть на фоне лучевой терапии проводилась и химиотерапия по сравнению с просто лучевой адъювантной химиотерапией. У пациентов сарком мягкой ткани 2-й и 3-й стадии. Выявлено, что химиолучевая терапия увеличивает время долокального прогрессирования, а также отдаляет возможность возникновения отдаленных метастазов. И выяснилось, что данная положительная динамика зависит от стадии заболевания. К тому же адъювантная терапия входит как компонент переоперационной терапии. В исследовании на 300 пациентах изучалось, сравнивалось неадъювантная терапия с переоперационной химиотерапией. Выяснилось, что не выявлено никакой статистической разницы в обеих группах. В группах, как и в общей 10-летней выживаемости, времени до прогрессирования. И общая 5-летняя выживаемость была аналогичной 10-летней выживаемости. Поэтому сделали вывод, что если пациент проводил с неадъювантной химиотерапией, адъювантную химиотерапию проводить не надо. И, конечно, мы не должны сбрасывать со счетов токсичность химиотерапии. Высокая токсичность, как гематологическая токсичность, возникновение других инфекций, не связанных с фибрильной нейтропенией, возникновение лучевых дерматитов, если это химия-лучевая терапия. И, конечно же, возникновение отдаленной кардиотоксичности. Мы видим здесь риск возникновения от 3 до 26%. Что можно сказать за назначение адъювантной химиотерапии? Это то, что увеличивает время до возникновения местного ретезива, отдаленных метастазов. И, конечно, безусловно, эффективность у пациентов с факторами высокого риска. И нет однозначного увеличения общей выживаемости, нет эффекта при локализации в забрюшинном пространстве, полости малого таза, матки. И, конечно, мы не должны сбрасывать со счетов эту токсичность, как непосредственную, так и отдаленную, учитывая связанное с ней снижение качества жизни. Так когда же назначать? Это при высоком риске рецидива, высокой степени злокачественности, больших размерах, глубине инвазии, локальное лечение первого рецидива. И назначать должны пациентам с охранным, с локализацией опухоли на конечности. И, конечно, все эти подходы должны решаться совместно с помощью мультидисциплинарных команд. И какие проблемы на сегодняшний момент? Конечно, необходимо продолжить поиск мишеней для возможности использования более таргетной терапии. Необходимо более однородное выделение групп с определением групп высокого риска и индивидуализация лечения. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Можно я спрошу? Так скажите, надо делать-то ее или не надо? Наше мнение, что да, пациентам молодым с высокими факторами риска, конечно, надо делать адювантную химиотерапию. Те факторы риска, которые перечислены в докладе. А сколько ее надо делать? Сколько надо делать? Здесь уже надо где-то в среднем 4 цикла в зависимости от переносимости. А вот критерий в среднем, он у вас чем определяется? В зависимости от переносимости и токсичности, ну и общего состояния пациента. А делать комбинированную или монотерапию? Ну, конечно, желательно делать комбинированную. А это не зависит ли от морфологического подтипа? Ну, здесь уже, если так глубоко углубляться, конечно, все может зависеть от ипотипа, но стандартно антрациклиновый ряд с афосфамидом. Ну, здесь, понимаете, если не углубляться, тогда лучше не говорить. Потому что так у всех есть четкое понимание, что нужно проводить адювантную химиотерапию всем пациентам. А есть, например, ряд морфологических подтипов, которые резистентны, но они high-grade. Ну, хорошо, я перефразирую чуть-чуть. Например, эпителеоидная саркома мягких тканей прооперирована радикально. R0 морфологически размером, там, не знаю, 5 сантиметров, находится на бедре, за поверхностной фасцией, к сосудам не прилежит, нервные структуры не затрагивают. Будете проводить или нет? Мы проводили мальчику эпителеоидной саркомы, у которого была опухоль расположена в промежности глубоко. Мы провели ему 4 цикла ипосфамидом саркома. Я вот конкретно клиническую ситуацию. Будете или не будете? Больших размеров было. Ну, 5 сантиметров. Мальчик, девушка. Какая разница? Сколько лет? Если такая ситуация, то, может быть, не будем. Ну, вот в нашем случае мы провели, потому что... Я бы тогда спросил, а это дистальный тип или проксимальный тип? Если он ближе все-таки к конечностям, учитывая, что у нашего пациента конкретно пример был... Я помогу, доктор. Можно я вам помогу? Просто столько вопросов от того, что все-таки вы, опять же, не остановились на вопросе правильного стадирования. Если правильно стадировать пациента, то все эти вопросы снимаются. Адевантная терапия, если она не имеет смысла, как бы не влияет на выживаемость, как она может влиять на рецидивирование? Если это связано с рецидивированием, то указывать на эту стадию и объем образования. И локализацию. Все эти факторы говорят о сложности ситуации и необходимости адевантной и неадевантной химиотерапии. По-моему, правильно надо говорить о стадировании. В вашем докладе упущен, мне кажется, вот этот компонент. Тогда было бы проще. Был момент, что в некоторых исследованиях доказана зависимость от стадии. Но отдельно я его не вывела. Артур Юрьевич. Микрофон, пожалуйста. Сейчас, секунду, одну секунду. Я хотел сказать, что лечение, лекарственное лечение сарком требует наличия отдельного химиотерапевта, который занимается лечением именно сарком. И наличие очень тонких подробностей, связанных с гистологическим типом, с размером, с возрастом и с необходимостью назначения одной или многокомпонентной химиотерапии – это вопрос, наверное, отдельной, может быть, даже и конференции, но двух-трех докладов точно. Я думаю, что в данном докладе этот вопрос никак не обсуждался. Артур Юрьевич, это не к доктору. Мне кажется, отдельного химиотерапевта по мягким тканям, отдельного химиотерапевта по правой руке, по левой руке нужно правильно стадировать и правильно указать в рекомендациях, скажем, ту химиотерапию, которую нужно делать. Вы представляете, если для каждой локализации будет отдельный химиотерапевт, наверное, правильно надо писать рекомендации в рамках тех изменений, которые проходят каждый год.